Я приветствую всех, кто присоединился к нам сейчас на нашем канале ТБН и очень рад возможности поделиться священным писанием вместе с вами. Тема моей сегодняшней проповеди называется «Непотопляемые» или «Как устоять в шторме». В эти дни мир шагает в неизвестность. Все эксперты, люди, которые пытаются прогнозировать, что произойдет в ближайшее время, на самом деле ничего основательного, фундаментального и утвердительного сказать не могут. Потому что мы не знаем, что произойдет на самом деле. Мы не знаем, действительности ли все идет на спад, так как сейчас статистика идет на спад и это не поднимется. Снова эти цифры зараженных людей или может быть она идет на спад, а к осени, есть эксперты, которые говорят, что к осени может подняться вторая волна. Мы не знаем, этот кризис, в котором мы сегодня с вами находимся, он достиг своего дна или еще впереди определенные какие-то более серьезные потрясения, которые ждут нас именно в этом сезоне пандемии. Друзья, но я хочу сказать, что среди всего этого хаоса и тревоги есть люди, которые имеют твердые основания под своими ногами. У них есть основательное, что-то по-настоящему твердое, на чем они стоят. И эти люди, особенно в это время, когда столько беспокойства и страха, они выделяются, выделяются уверенностью, выделяются надеждой, незыблемой надеждой. Они выделяются верою своею, своим взглядом в будущее, который отличается от общепризнанного, от того, что мы видим вокруг нас. И, конечно, это не просто христиане, которые называют себя христианами, это люди, у которых есть вера, люди, имеющие веру. Вы помните, однажды Иисус в одной из притч своей, заканчивая эту притчу, Он сделал заявление. Он сказал, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Причем Он говорил там о молитве, о женщине, которая приходила к судьи, которая стучала к нему, которая просила, чтобы он защитил ее. В конечном счете, судья сказал, хотя я Бога не боюсь людей, не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, я приду и защищу ее. И вдруг Иисус, рассказывая эту историю, завершая ее, делает вот такое интересное заявление. Он говорит, а когда Сын Человеческий придет, то есть когда я вернусь на землю, найду ли я веру на земле? Прогуглите в вашем компьютере, и вы обнаружите, что христианство сегодня самая распространенная религия в мире. Вы найдете, что она на первом месте стоит. Вы найдете количество, которое постоянно увеличивается, и верующих добавляется, в действительности добавляется, и Евангелие идет по земле. Почему же Иисус говорит, что в последнее время перед Его пришествием, и когда Он вернется, то будет кризис самой веры? Оказывается, есть разница между верующим и человеком, имеющим веру. Можно быть верующим, ходить в церковь, слушать проповеди, поклоняться, молиться, но по факту внутри не иметь настоящей, живой веры в Иисуса Христа. И вера – это что-то более основательное, вера – это что-то более личное, вера – это что-то, что дает тебе перспективу и взгляд в будущее. И вера – это некая духовная субстанция, которую человек получает, когда он доверяет, доверяет Господу, доверяет Слову Божьему. И я хотел бы вместе с вами сегодня открыть Священное Писание Евангелия от Марка, 11 глава. Там написаны такие слова в 23-24 стихах. «Имейте веру Божию». Давайте остановимся на этом. Вот глагол «имейте» – он стоит в повелительном наклонении. Это означает, что автор этих слов повелевает и говорит тебе и мне, если мы слышим это. «Имей это». Другими словами, если я этого не имею, то я не могу сказать ему, что ты мне не дал, потому что иначе это не было бы правдивым заявлением. Вот это заявление не имело бы оснований. Но если он сказал мне иметь веру Божию, значит, это во многом зависит от меня. Моя ответственность в том, чтобы я ее получил и имел. Моя ответственность, чтобы я развил ее. Моя ответственность, чтобы я практиковал эту веру. Моя ответственность, чтобы не было так, что я в церкви только слышу о Боге, когда мне трудно молюсь, взываю к Нему, а по жизни иду, как иду, живу, как живу. Вот это моя жизнь, а это моя вера. И есть большая разница между верою и жизнью, чтобы так не было. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горись и поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. О как! Иисус очень конкретно сказал, что если кто скажет, горе сей, горе, это значит проблемы, это значит болезни, это значит, когда у тебя нет работы. То есть гора, что-то, что просто перед тобою стоит, что-то, что мешает тебе полноценно жить так, как ты хотел бы жить. Гора, может быть, что-то, что произошло, какая-то боль, утрата, еще какие-то вещи. Кто скажет, горись и, я бы сказал, обстоятельствам, которые сжали тебя, если ты проговоришь этим обстоятельствам, кто скажет, горись и поднимись и ввергнись в море, то есть отойди, сдвинься, болезнь уйди. Пусть Бог в этой ситуации разрешит конфликт, Господи, дай мир в нашей семье, в нашем доме. То есть, может быть, другие ситуации, финансов нет, Боже, дай работу во имя Иисуса, я говорю, безденежью. Кто скажет, горе сей, скажет обстоятельствам, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Дорогие, я хочу открыть вместе с вами еще один стих. Это евреям 11 глава, и первый стих, там автор дает нам определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот два момента в этом определении. Уверенность в невидимом, есть другой перевод, доказательство невидимого. То есть, ты не видишь, но вера, она внутри тебя утверждает, утверждение невидимого. Есть невидимый мир, духовный мир. И из невидимого, апостол Павел говорит, происходит видимое. И есть духовные определенные миры. В Библии сказано, что апостол Павел, он говорит о человеке, и многие комментаторы, ссылаясь на это, полагают, что он говорит о самом себе. Он говорит, я знаю человека, который был поднят до третьего неба. Первое небо, второе, третье, духовные миры. Есть ангелы, духовные существа, которые иногда приходят и являются людям. Мы знаем, что Марии однажды пришел ангел и сказал, что она от Духа Святого зачнет, забеременеет и родит Спасителя мира. И много других историй. Мы знаем, ангелы и сегодня приходят. Ангелы охраняют нас. Есть невидимые миры. И здесь написано, что вера – это уверенность в невидимом. Оказывается, в начале в невидимом мире должно что-то произойти. У вас было так, когда, например, напряжение, очень сильное напряжение между партнерами в бизнесе, и такое напряжение, что вы понимаете, что все, вы просто теряете, и невозможно сговориться, договориться, и невозможно решить проблему. И вы просто приходите в тупик, или в семье такое бывает тоже иногда, просто в тупик, и вы готовы сдаться. И вот здесь внимание. Не сдаться, бросив, а сдаться в руки Божии. А сдаться на коленях пред Богом и сказать, Господи, помоги, приди в эту ситуацию. Как будто вы на разных языках говорите. Как будто вы из других планет, из разных планет вообще, как будто вы какие-то как инопланетяне. Просто все вот как потеряли понимание, абсолютно не можете договориться. И когда вы сдаетесь перед Богом, и когда вы с Богом выстраиваете правильные отношения, и когда вы начинаете слышать Бога, что нужно сделать, и Бог чаще всего говорит вам, о вас самих, что внутри что-то нужно изменить. И когда вы послушны этому слову, вдруг в какой-то момент, кажется, вы вроде все точно так делали, но не так, вы сами изменились, отношение изменилось, с Богом наладили отношения, и вы смотрите, и вся вот эта вот туча в какой-то миг просто рассеялась, просто рассеялась. Ее нет. Весь конфликт просто как сдулся, и все. И вы снова заговорили на одном языке, и вы снова поняли друг друга. Почему? Потому что в невидимом мире, в духовных мирах, там что-то произошло. Но произошло, а человек верующий, он уверен в невидимом. Что такое вера? Это твоя связь, которая соединяет тебя с Богом, которая просто дает тебе возможность войти вот в это измерение, и там быть уверенным, там получить от Господа, получить Слово от Бога. А первая часть этого определения, здесь написано так, вера есть осуществление ожидаемого. Вы знаете, интересно, есть другой перевод, который говорит, что вера, она основывается на надежде. То есть ты стоишь, у тебя есть надежда, надежда умирает последней. Надежда это когда ты, ну у тебя уже веры нет, ты не знаешь, получится или не получится, ты в такой ситуации, но ты все еще надеешься, а вдруг, а вдруг. Надежда переносит тебя в будущее, что-то произойдет, однажды, как-то все наладится, однажды я буду жить по-другому, однажды, это как надежда, она связана с будущим. А вера, она берет это будущее, и она осуществляет его сегодня. Вера действует сейчас, вера действует здесь, вера действует прямо в этой ситуации, в которой ты находишься. Если ты имеешь веру Божию, то ты будешь осуществлять. Давайте скажем это по-другому. Вера это действие по откровению. Я хочу повторить это определение, оно очень важное. Вера это действие, это поступки, это твоя деятельность, это то, что ты делаешь, имея от Бога откровение. Это не просто уверенность в духовном мире, это еще и действие, когда ты из невидимого мира приносишь это, сотрудничая с Богом, в видимый мир. Давайте откроем с вами еще один текст, Римлянам 8 глава. Здесь есть очень удивительная истина. В 6 стихе написано «праведность от веры», так говорит. Праведность от веры. Интересный оборот. Праведность вообще это дар Божий, дар праведности. Праведность, определение праведности, это правильное положение перед Богом. То есть я как грешник не могу даже стать перед Его лицом, потому что Его святость, она сожжет меня и уничтожит. Но благодаря Иисусу, Его жертве, Его крови, Его милости, Его любви, Его смерти и воскресения, Он просто дал мне этот шанс стать перед Ним. И просто стать перед Ним правильно. Его взгляд не уничтожает меня. Он любящий Отец. Он защитник мой. Он не изливает гнев на меня. Праведность. А потом написано «праведность от веры». То есть мое правильное положение, и здесь же вера должна быть. Вера для того, чтобы я, во-первых, стал перед Богом правильно. Но вера – это не конец. Это не просто я стою перед Ним, я спасен, я спасен. Зачем мне еще 60 или 70 или 80 лет жизни, если я спасен? Господь, забери меня на небо. Там вообще говорят, улицы золото я в Библии читал. Там так классно и хорошо. Зачем я буду жить еще здесь? Подожди. Ты спасен. Ты имеешь дар праведности. Ты стал праведна перед Богом. Но это только начало. Ты не просто стоишь. Тебе нужно что-то делать. Праведность от веры так говорит. Внимание. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, чтобы Христа свести. Или кто сойдет в бездну. То есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Вы скажете, не понимаю, пастор, о чем ты здесь вот нам прочитал. Вот что говорит праведность от веры. Она говорит здесь и сейчас. Близко ко мне. То есть я праведник благодаря Иисусу Христу. Но это только начало. Я могу от Него получить что-то. Я могу принять слово от Него. Я могу, имея отношение, понять, что Он хочет. Я могу начать сотрудничать с Ним. Я могу повернуть свой взгляд на эти, как сказано в Писании, побелевшие нивы, то есть созревшие человеческие души к покаянию. К тому, чтобы Бог пришел и принес порядок в их сердце. Чтобы они были спасены. Я могу, оказывается, почувствовать Божье сердце и осуществлять это в моей жизни. Близко к Тебе. Не говори, ой, там на небе. Ой, там, где Христос? А может быть, Он пошел куда-то в ад. Кто бы Его оттуда привел. Не смотри далеко. Не откладывай на завтра. Не думай, что это не касается Тебя. К Тебе близко Слово. К сердцу Твоему близко Слово. И оно в устах Твоих. Оно в сердце Твоем. Это слово веры. Слово веры, которое мы проповедуем. Вы помните, с чего мы начали? Непотопляемые. Так вот, те люди, у которых есть слово веры, они непотопляемые. Они просто не могут проиграть. Ты никогда не проиграешь, если у тебя есть слово от Бога. Ты никогда не сможешь быть пораженным, если ты имеешь слово внутри себя. Ты не можешь быть испуганным. Что бы ни происходило вокруг, во время шторма, ты подобно Иисусу, ты даже можешь отдыхать. Во время шторма, мир, покой, радость, утешение, благодать, уверенность будут наполнять Твое сердце, если у тебя будет слово веры. Слово веры. Слово веры, которое проповедуем. Я хочу сказать, друзья, в моей жизни, я понял об этом, еще будучи в юности. Я понял, что важнее всего в жизни две вещи. Апостол Павел, когда он был еще неверующим, и Господь встретил его на пути в Дамаск, и его реакция была, там две мысли. Он говорит, кто ты, Господи, что повелишь мне делать? Помните, вот апостол Павел выразил саму суть победоносной христианской жизни. Кто ты? Знать, кто он. Иметь общение с ним. Пребывать в его присутствии. Здесь мы можем видеть, как Марфа и Мария, две сестры. Одна суетилась, а другая сидела у ног Иисуса. Что она делала? Она слагала, она слушала слова. Она слагала в сердце своем эти слова. Кто ты, Господи, сказал Савл еще? И что повелишь мне делать? Мне было лет 13-14, когда я понял, что самое важное в моей жизни это слышать голос Божий. Слышать голос Божий. Отличать его от других голосов. И на основании этого слова строить свою жизнь. Вы знаете, в греческом языке Новый Завет был написан на греческом. Есть два слова, которые переводятся как слово в нашем русском языке. Это логос и рема. Христианство очень богато примерами того, какова разница между этими двумя словами. И вы наверняка слышали много таких примеров, которые показывают нам, что логос – это общее слово. Оно относится ко всем. И ты просто слушаешь его как информацию, принимаешь, веришь. Но рема – это греческое слово, которое описывает слово, исходящее из Божьих уз, которое непосредственно относится к тебе. Прямо к тебе. Он прямо тебе говорит. Помните эту историю, когда ученики среди шторма ночью, и они уже тонули практически, и вдруг призрак там им показался, кто-то идет по воде. И они вскричали, увидев человека, идущего среди ночи, прямо по волнам. Вот этот ветер, жуткий шум, и ладью заливает вода. Представляете себе вот эту картину жуткую. Двенадцать мужиков, они черпают воду, еще чуть-чуть, и просто лодка пойдет ко дну, и они могут просто утонуть. Вдруг кто-то идет по воде. И Петр, который был рискованным парнем, Петр говорит, если это ты, повели мне идти по воде. И вот здесь, вот здесь внимание, из уст Петра, из уст Иисуса выходит слово к Петру. Иди. И мы представляем себе, как Петр переступил через край этой лодки, и его нога ступила на поверхность воды. Вы знаете, он пошел по воде. Он не пошел ко дну. Он пошел по воде. Но это вторично. Первично он услышал слово от Иисуса Христа. Иди. Вот это слово, оно и есть Рема. Конкретное слово от Господа. Я хочу немного рассказать о себе. Смотрите, в моей молодости, или юности моей, на первое место, я слышал много проповедей, которые говорили на первое место, постав волю Божию. Постав именно Царство Божие. Помните, Иисус однажды сказал, ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. Все остальное приложится вам. Это самое важное. Искать Его волю. Искать не то, что тебе нравится. Не то, что ты хочешь. А искать Его. Его план для своей жизни. И знаете, очень интересно, однажды, когда я был на одном богослужении, я услышал пророческое слово. И в этом пророческом слове Бог говорил мне о том, что Он предназначил меня для служения. В моем сердце сразу все откликнулось. Да, я хочу все, что ты попросишь меня. И я хочу сделать это. Я хочу выполнить это. Я рос в такой церкви, где сестры были с одной стороны, братья были с другой стороны. Вот вы идете, муж и жена идут, в зал заходят, и она идет в одну сторону, он идет в другую сторону. Все сестры сидят с одной стороны, все братья сидят с другой стороны. И все сестры покрыты их головы косынками. Представляете? А мне там 18, больше потом. И братья между собой говорят, вот, вот у нас пара есть появилась, вот у нас. Вроде как бы так хорошо было бы, наверное, однажды жениться. И я помню мои мысли, когда я думал, а как выбрать сестру? Они, они все такие, они все, не, ну, они, наверное, разные. Но я ничего не понимал. Все страх, и я очень боялся. Я просто боялся. И не знал, а вдруг я по плоти выберу. Некоторые очень красивые были. Когда я с ними общался, разговаривал, там, после богослужения, там, пару слов перекинешься с одной сестрой, с другой сестрой, или мы ехали, куда-то там посещали больных. Они все такие отзывчивые, все такие приятные. И знаете, что я сделал? Я хотел понять Бога, что у Бога есть для меня. И я помню, как однажды Господь проговорил ко мне. Он сказал мне, сын мой, оставь это. Потому что постепенно это захватывает мысли. Особенно, когда юноша, молодой, неженатый, и вроде раз и смотришь, а может быть, это она, моя единственная, а может быть, это. И Дух Божий проговорил ко мне и сказал, я приготовил для тебя судьбу. И он назвал мою девушку Ревекой. В Библии там есть история об одной девушке, которая жила у себя в доме отца и даже представить не могла, что она выйдет замуж там за 3-9 земель, вообще, за человека, который станет патриархом, который вообще в Библии о нем будет сказано, это Исаак. А она девушка, просто девушка, трудолюбивая очень. И пришел однажды тот день, когда какой-то путник шел мимо с верблюдами, это восток, и они с дороги верблюды пить хотят животные, такой транспорт. Эта девушка увидела, и она начала поить верблюдов, поить. Было 12 верблюдов, каждый не меньше 10 ведер пил, около 120 литров, или 100 литров, каждый верблюд за один раз, чтобы напиться, выпивает. И она просто черпала, 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 и даже не знала, что в этот момент Господь смотрел на ее сердце и видел, что она трудолюбивая, видел старательность ее, видел ее посвящение, бескорыстность, отдачу, и может быть она так же молилась и говорила, Господи, я не знаю, кто мой муж, за кого я выйду замуж вообще, если кто-то здесь, в мое сердце я люблю тебя. И вот в тот день она даже не догадывалась, Господь увидел ее, и этот человек, который стоял с задачей найти невесту, господину своему, он был слугой, он посмотрел на нее, молился, они все были в молитве, в посту, все искали Бога, и это все завязалось, он предложил ей, она взяла какое-то время, и потом он взял ее и привез ее, и она стала женой Исаака, ее имя Ревека, и Бог проговорил ко мне, он сказал, за Ревеку тебе служить не придется, потому что там есть еще одна история про Иакова, который семь лет служил за жену, а потом оказалось, его обманул тесть в ту ночь, подсунул ему другую женщину, другую сестру или дочь свою, и потом он еще семь лет служил, четырнадцать лет служил, чтобы наконец-то жениться на том, кого он так полюбил сильно, а Бог мне сказал, тебе не придется служить, она будет дана тебе как подарок, как дар с небес, и она будет помощницей тебе, и вместе вы сможете исполнить волю мою, а у меня была молитва, Господи, я тебя хочу знать, как Савл, кто ты, Господи, кто ты, я взял эту молитву за основу, еще в юности, кто ты, что ты повелишь мне делать, я хочу делать то, что ты скажешь мне, Господи, я пойду туда, куда ты меня позовешь, я буду делать все, что ты предложишь мне, кто ты, Господи, что ты повелишь мне делать, я хочу сказать, что мы 30 лет живем вместе с Надюшкой, я очень сильно благодарю Бога за Наденьку мою, потому что она в действительности подарок из Божьих рук, она не просто стала со мной, я чувствую себя полноценным, я чувствую, что я как птица с двумя крыльями, она участвует во всем в моем служении, в нашем служении, у меня нет моего служения, у нас есть наше служение, она абсолютно во все вникает, ей есть дело до всего, она по-настоящему помощница, признаюсь вам, я видел тысячи браков, и видел те браки, которые в служении, и видел, как мужья, одиноко служат, жена дома, с детьми, больше детей любит, в некоторых семьях так ярко выражены идольства, когда она родила одного, второго, третьего, или даже одного, или может быть больше, и все, это муж, это его служение, а это я, а я здесь, дома, такое некое бегство, из Божьего призвания, думая о том, что дети, это мое призвание, дети даны нам на время, у нас также есть дети, у нас две девочки, и Бог дал воспитать этих деток, и Бог дал поднять их, и они также служат, но если у Бога есть цель, чтобы тебя призвать к служению, то почему бы не искать воли Божьей, и почему бы не сделать это, важнейшее решение в своей жизни, по воле Божьей, о чем я говорю, я говорю о слове Рема, потому что, был момент, когда я служил, служил, абсолютно отодвинул в сторону, вообще мысль о женитьбе, и сказал, я не буду думать об этом до 30 лет, это мои мысли были, и когда я служил, и служил, рядом оказывались братья и сестры, которые бежали со мной, в том же ритме, так же служили, и утром, и вечером, и днем, и иногда, и ночами нам нужно было где-то кому-то помогать, куда-то ехать, и мы делали это, делали это, делали и делали, и среди моих друзей, которые бежали вместе со мной, на той же скорости, на том же уровне посвящения, однажды, это было как с Адамом, я открыл глаза и сказал, о, это она, это она, я даже представить себе не мог, потому что нам настолько интересно было, мы были связаны только с служением, у нас все мысли были по поводу Бога, Писания, что сделать, что хочет Бог, откровение, служение, вперед, вперед, но, знаете, и когда эта мысль пришла, я снова пришел к Богу, и я с Господом решал это, и когда я от Бога получил подтверждение, вот оно слово Рэма, не общее слово, я благословлю тебя, и ты, взяв это слово, пошел по плоти решать, кем я буду, да не знаю, кем буду, где больше денег платят, в какой специальности, туда пойду учиться, а может быть у тебя нет призвания к этому, может быть ты гуманитарий, по складу ума, а ты пошел учиться там, чтобы деньги зарабатывать, и ты прогораешь в этом бизнесе, и эта учеба тебе не идет на пользу, почему, да потому что ты по плоти это решил, где я жить буду, а там где лучше, там где комфортнее, поеду туда, или поеду туда, слушай, а может быть Господь призывает тебя в то место, куда бы ты сам никогда не поехал, Надюшка моя с юга, она выросла на берегу моря, и когда она вышла замуж, мы жили в Риге тогда, я сразу сказал еще, даже в тот день, когда предлагал ей, я сказал, что я знаю призвание жизни моей, я поеду в Россию, и я буду жить там, где-то на севере, я не думал, что это будет город Новосибирск, я думал, это где-то крайний север, среди чукчей, там где холод, где мороз, где люди, просто вот, ну, сам край света, я принесу им Божью любовь, Евангелие, поедешь ли ты со мной, прямо с юга, на крайний север, это мысли мои, это предложение, и она сказала, да, с тобой да, если это воля Божия, да, да, почему, потому что на первое место, мы поставили Бога, и волю Божию, друзья, я говорю сейчас о том, что рема, это когда ты получаешь слово от Господа, ну, у многих людей даже таких мыслей нет, они просто считают, что Бог благословит их любой выбор, Бог в действительности, в любом твоем выборе, будет стараться помочь тебе, будет стараться прийти к тебе, будет всячески делать, чтобы и научить тебя, и чтобы благословить тебя, но есть совершенная воля Божия, это как в десятку ты попадаешь, и так мы говорим о вере, вера приходит, апостол Павел говорит, от слышания, слышания слова Божьего, я хочу немного остановиться на том, что нам нужно научиться слышать Бога, в этой ситуации, в которой мы оказались, некоторые из вас не имеют работу, вы молитесь, вы делаете все, что вы можете, но я хочу сказать, что Бог может дать вам чувствование, что делать, вера это слышать голос Божий, и действовать согласно тому, что вы слышите, если вы откроете евреям 11 главу, то вы увидите здесь целую галерею имен, здесь имена, 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 и эти примеры, это примеры того, как человек, слыша Бога, поступал по этому голосу, и Бог сверхъестественно давал ему то, что он просил, или помогал ему, он просто шел за Богом, он просто слышал Бога, и Бог действовал в его жизни, мы найдем здесь Авеля, мы найдем здесь Еноха, мы найдем здесь Ноя, мы найдем здесь Авраама, мы найдем здесь Сару, мы найдем здесь Моисея, Гидиона, Давида, и многих, Самсона, и многих других людей, почему? Потому что эти люди, они слышали Бога, и они поступали, потому что они слышат. Я хочу несколько минут говорить о том, что сегодня в современном мире нам непросто понять, что это воля Божия, и нам нужно признать, что стало труднее отличать голос Божий от различных голосов, голосов стало больше, авторитетных голосов стало больше, вдруг в какой-то момент мы слышим уже не только там двух, трех людей, мы слышим уже 10, 20, 30 людей, иногда эти мнения совершенно противоположны. Я хочу сказать, что всякое мнение, как бы оно ни было заявлено, оно может быть авторитетным мнением, оно может быть мнением, человека, которого вы прислушивали в своей жизни раньше, как бы ни было, всякое мнение и всякую мысль вам необходимо принести перед Богом и убедиться, что это именно истинная мысль, что это от Господа. Когда речь касается судьбоносных решений, когда речь касается, куда пойти учиться, на ком жениться или за кого выйти замуж, когда речь касается, где жить, когда речь касается, где быть, в какой церкви быть, когда речь касается других каких-то вещей, важных вещей, или просто, когда вы в своей жизни, вы общаетесь с Богом, и вам приходит какая-то мысль, какое-то слово, всякое слово проверяется Священным Писанием. Библия говорит, что книга эта, святая книга, есть вернейшее пророческое слово, и мы хорошо делаем, что обращаемся к Нему. Другими словами, всякое откровение, оно должно быть подвергнуто испытанию и проверке. Проверке Слова Божьего, проверке внутреннего состояния. Апостол Павел говорит, да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны. Оно должно быть подвергнуто испытанию других людей. В послании Коринфянам апостол Павел говорит, что один пророчествуй, прочие рассуждайте. Под прочие он подразумевает людей, которые духовно в состоянии, способны рассудить. Это зрелые люди, это пасторы, служители. И он говорит, когда у вас есть откровение, принесите это, чтобы прочие могли рассуждать. И я хочу сказать, друзья, что сейчас то время, когда Бог хочет приучить нас слышать Его голос. Я думаю, что мы не сможем в будущем прожить так, как Бог хочет, чтобы мы прожили, если мы не научимся отличать Его голос от других голосов. Есть очень много подделок под Божий голос, но то, что от Господа, Его голос, Он принесет тебе мир, принесет тебе радость. Причем это не по разуму, это внутри. Он принесет тебе единство с Писанием, Он принесет тебе действительности в веру и даст тебе основание, на котором ты сможешь стоять. Как я оказался в Сибири, я получил слово от Бога, я получил слово Рема, когда Бог проговорил ко мне, я взял это слово и сквозь все сезоны моей жизни я пронес это слово. И даже в самые сложные моменты, когда разные угрозы были в мой адрес, и люди приходили и говорили, что тебе лучше уехать отсюда, потому что твоя деятельность там не нравится, тебе лучше не делать то, что ты делаешь, тебе лучше поберечь себя, у тебя дети есть. Я говорил, мне Бог сказал приехать в этот город и я уеду только тогда и уеду только в том случае, если тот же самый Бог скажет мне, что я закончил мое служение. Чувствуете твердое основание, не маргарин под ногами, когда вы не знаете, когда вы в страхе, когда вы суетитесь. Что такое вера? И вера это действие по откровению, это уверенность в невидимом, уверенность в Боге. Вы берете, вы как бы якорем своим цепляетесь, заякоряетесь за Господа. Вы чувствуете твердое основание, вы кладете Слово Божие под ноги, как бы, ну, как основание, на котором вы стоите и вы действуете так. Здесь, в этом списке, есть человек по имени Авраам. Есть одна история, которая очень, очень трогательная, из ряда вон выходящая. Однажды Бог сказал ему, чтобы он взял сына своего, Исаака, и принес его в жертву. И чтобы он сделал это на одной из гор Мария. Он три дня шел, взял с собой слуг, два человека, взял с собой дрова, огонь, осла, и взял с собой сына. И когда они приблизились к горе, стоя у подножья, он попросил, чтобы слуги остались, и он взял сына, взял огонь, дрова, и вот они оба стали подниматься на эту гору. В этот момент сын повернулся к отцу и говорит, папа, вот дрова, вот огонь, а жертва-то где? И он говорит, Господь усмотрит. Но перед тем, как попрощаться с этими слугами своими, он говорит им, побудьте здесь, останьтесь, мы пойдем поклонимся Богу и возвратимся во множественном числе. То есть он верил, что мы совершим поклонение Богу, и мы вместе вернемся. И вот этот роковой момент, последний штрих, последний момент, Исаак лежит на жертвеннике, Авраам поднял свою руку, и вдруг он слышит голос, который говорит, не делай это, Авраам, не делай это, Авраам, потому что я Бог испытал тебя, я вижу сердце твое. И он остановился, и рядышком он увидел овна, который запутался своими рогами в этой гуще всей, и он взял его и принес его в жертву. Как важно слышать голос Божий каждый день. И это есть основание, на котором стоит наша вера. Я хочу молиться, чтобы ты имел уши, чтобы ты мог слышать голос Божий, и твоя вера была твердой и непоколебимой. Отец Небесный, я молюсь, чтобы ты благословил каждого, кто слышит меня сейчас. Я молюсь, Божий, чтобы ты дал нам, чтобы наша вера была практичной, чтобы наша вера была жизненной, чтобы на первое место мы поставили тебя, как Савл это сделал. Кто ты, Господи, что поверишь мне делать? И я молюсь о том, чтобы это слово исходило из уст твоих и достигало нас. И это было не общее слово, а конкретное рема. Проговаривай к нам, Господи, и твое слово будет основанием, как это было для Петра, когда он услышал «иди», как это было для Авраама, который просто повиновался твоему голосу. И это... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин